Карабах признал власть Азербайджана и будет реинтегрирован в его состав. Такой результат операции Азербайджана, продлившейся меньше суток. О её начале объявили накануне в Министерстве обороны страны. Операцию в Карабахе Азербайджан назвал антитеррористической и потребовал вывести из региона армянские войска. Прекращение огня вступило в силу с 12.00 по Киеву. Достигнута договорённость о приостановке антитеррористической операции. Вооружённые силы Армении должны покинуть свои боевые позиции в регионе, сложить оружие и передать вооружение и тяжёлую технику азербайджанской армии. В свою очередь Ереван настаивает, что армянских военных в Карабахе не было с 2021 года. При этом премьер-министр страны сказал, что Ереван нынешние договорённости принимает. О Карабахе говорили и на Генеральной ассамблее ООН. Президент Турции выразил поддержку действиям Азербайджана. Раджеп Таиб Эрдоган заявил, что Анкара поддерживала переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией с самого начала. Как все сейчас признают, Карабах – это территория Азербайджана. Навязывание другого статуса, кроме этого, никогда не будет одобрено. В случае с Карабахом российское так называемое миротворчество полностью показало своё лицо, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. И подчеркнул, с Россией никогда не нужно иметь дело. Очередное напоминание всем постсоветским странам. Россия всегда и всех предаёт. А российское миротворчество или членство в российско-центричной ОДКБ – это неизменный нож в спину в кризисной ситуации. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Телеграм. Путин не сдержал слова. Влияние Москвы сходит на нет. Так пишут о ситуации в Карабахе мировые СМИ. В частности, итальянское издание Ла Стампа отмечает, хоть в регионе и стояли российские так называемые миротворческие войска, однако ничего не было предпринято. А Варшавская речь Посполита пишет, Россия может воспользоваться нестабильностью в Армении, поскольку держит там свою военную базу. Теперь всё будет зависеть от того, как поведут себя лидеры западных стран.